Анастасия Аношко, ведущая этой программы, Настя, образ женщины в российской... Здравствуй, Настя. Да, доброе утро всем. Образ женщины в России должен излучать доброту, понимание и несчастье. Несчастье, которое, впрочем, преодолеем, потому что... Ну что, бабоньки, понимаешь? Вот я тебе хочу сказать, я всегда считал, я сейчас буду ратовать за некий образ, который, может быть, вам покажется странным, а может быть, уже забытым. Это Света Сорокина. Света Сорокина, телеведущая, бывшая, я не знаю, где она сейчас вообще, понять не имею. Но неважно, Света Сорокина. Значит, почему еще? А чем она хороша? Чем она хороша? Она говорила, вот, например, она говорила, в Бангладеш наводнение. И ясно было, что плохо нам, бабам, на Руси. И она могла сказать, в Бангладеш наводнение, потому что плохо нам, бабам, на Руси. Да, да, да. Сошел с рельсов поезд в Северной Индии. Да что ведь это? Да что же такое делать-то? Плохо нам, бабам, на Руси. То есть надо, понимаешь, образ женщины, принятый народом, должен быть несчастливым. Жизнь, она счастливая, все бабы хотят ей глазки выколоть. Глазки выколоть ножничками. А вы знаете исследование психологов, которые выяснили, что улыбающаяся, счастливая женщина, она привлекательнее выглядит для мужчин, чем грустная. И наоборот, женщины выбирают совершенно в тоске мужчину. Да, ну я тебе хочу сказать, что улыбающаяся женщина не делает карьеру. Это немецкие сейчас, немецкие исследования. Почти не делает карьеру, да. Женщина для того, чтобы делать карьеру, должна уподобиться мужчине. Она должна быть строгой, суровой, курить, ругаться матом. Пязажная такая, пошел. Все, сказано, до понедельника было, я проверить пошла. Вот так должна говорить женщина, которая делает карьеру. Которая хи-хи-ха-ха, цветочки, значит, пестики, тычинки. То есть тут же тычинки объявятся, тут же тычинки объявятся. Налетят хором. Тут все такое предлагают? Никакой карьеры, никакой карьеры не будет. Это все Кабаева предлагают через сайт. Нет, Кабаева, Кабаева, во-первых, счастливая, во-вторых, красивая, не годится. Значит, не годится. Нужна женщина средняя, пойми ты, средняя женщина. Ну вы гениально, Сорокина предлагает. Сорокина, вот я сейчас говорю про Сорокину, еще. Потому что у Сорокиной в глазах видно, бабам плохо на Руси. Панфилова такая же была. Панфилова, спасибо, Панфилова абсолютно. Значит, женщина, которая должна войти в ОНФ, мне кажется, она сейчас предлагает, должна быть одинокая. Потому что если на нее ложится какой-то дядька, с какой стати? Но мы можем об этом не знать? Нет, мать, нет, мы должны точно знать, что она одинокая. Вот вы знаете, что на президента Финляндии ложится какой-то дядька. Ну и хорошо. Это у них в Ашане нет. Ну мало ли что у них, может она там сверху скачет. Слушай, сейчас мы не об этом. А мы сейчас говорим о том, что лучше бы одинокая. Чтобы у нас не было догадок. Нет, не подойдет. Потому что одинокая женщина вызывает, ну, такое сразу сочувствие. Нет, нет, нет. Смотри-ка, вот. Она знает, что все мужики козлы, а это тайное знание доверенности. Приходит со временем. Приходит со временем всем женщинам, что все мужики козлы. Понимаете? Все женщины рано или поздно узнают эту истину. Правильно? Все мужики козлы. Она это знает. Когда надо, когда надо. Сама там подумает, что ей надо. Понятно? А когда не надо, так и не надо. И не думайте, что из-за вас, из-за ваши вонючие носки кто-то будет стирать. Из-за этого отростка, который у вас там, пещеристое тело. Понятно? Ну, вот и все. Значит, она должна быть самостоятельная. Самостоятельная. А значит, без мужика. Выбившаяся в люди. Де-факто, ну, раз она входит в руководство НФ, она выбилась в люди. Правильно, о чем я говорю? Да. Значит, она не какая-то замухрышка, а за собой следит. Правильно? Да. Четкая. Работает как три мужика. Понятно? У нее должен быть ребенок. Один или два обязательно. Один или два. То есть это символ состоятельности ее от женщины. Женской. Ну, конечно. Да, да, да. Мужчины просто позади остались там. Мужчины позади, да. Это была слабость женская какая-то когда-то в молодости. Не надо. Значит, мы тогда возраст с тобой уже сразу видим ее. Она должна быть сорокет где-нибудь и выше. Плюс, плюс, да. Пятьдесят, я думаю, самая. Сорокет плюс-плюс. Сорокет плюс-плюс. Понятно? Значит, почему? Потому что у нее же ребенок такой, ну, должен быть не такой, чтобы жадно сосал бы, как пиявка там, ну, не Матвиенко, нет. А какой-то такой ребенок скромный, хорошо бы, чтобы он наукой занимался. Наукой. Не в бизнес, не в бизнес, не в бизнес. Матвиенко поэтому не катит никак. Не в бизнесе. Да, не замом там. Не замом и не при маме бизнес, нет. Он должен быть типа вот какой-то ученый такой. Вот лучше всего, понимаешь, какой-то перельман такой, трехнутый такой. Но верящий свято, он должен спать, кладя под подушку русский флаг, там, русскую конституцию. Такой сын должен быть. Сын. Лучше сын. Но если дочь, ну, дочь хуже. Сын лучше. Понимаешь? Сын говорит о чистопородности женщины. Потому что, которая рожает дочерей, то они... Ну, конечно. Она не чистопородная. Я согласна. Она не чистопородная. Вот, которая сыновей рожает, та чистопородная. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Один сын и сын, два сына полсына, три сына сына. Нет, стоп, нет. Хватит. Для политика не надо. Один-два. А лучше один. Почему? Я тебе отвечаю, почему. А знаете, какое уважение... Потому что она не должна быть занята. Она не должна быть занята. Подрощенные дети не отнимают столько времени, насколько я понимаю. Да, но визуально вызывает уныние. А мне кажется, это плюсы очки. Нет, все, нет, стоп. Не годится, не годится. Один-два. Два уже много. Один лучше. Один. Понимаешь, как Москва слезам не верит, у нее там одна дочь. Вот такая фигня. Понимаешь? Дальше смотри. А Лентову? А Лентову? А Лентову, кстати, что еще сделаешь? Значит, воплощение искусства в жизни. А Лентову что сейчас сделает, может быть? Не знаю, она хоть с мужем. Идеально, идеально. А Лентову? Идеально, идеально. 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 Сорокина. Сорокина. Давай запишем. Сорокина. Да. А Лентову. Все, сейчас мы прям вот прям пишем. А Лентову, Сорокин. Вот у нас есть уже люди в... Причем сразу идти с псевдонимом из кинофильма. Знаешь, что еще Мельникова из «Солдатских матерей»? Мельникова. Ну, она менее, наверное, широко известна. Мельникова? Да нет, она давно уже. Мельникова давно. Мельникова из «Солдатских матерей». Но она чуть-чуть, как тебе сказать, она уже чуть-чуть, вот Мельникова постепенно вросла во власть и превратилась в такую вот почти Швецову. Да, Швецову, слушайте, я не предлагаю. Кого ты сказал? Эллочку, Эллочку. Ты сказал Эллочку. Памфилова, да, да, да. С Эллочкой проблема. Почему? С Эллочкой проблема. Ты с женственной. Она слишком женственная, она грустна, задумчива и безнадежно влюблена все время. У нее такое ощущение, что она не от мира сего, что она трехнутая пыльным мешком по голове. Эллочка. Она слишком женственная, и эта женственность ей... Не к лицу, но не как политику. Не к лицу, но она делает ощущение, что она грустна, задумчива, бледна и безнадежно влюблена. Это про Луну пелось. Сегодня томная Луна. Вот она томная Эллочка, вот она такая, она чересчур. И потом невозможно с нею предвосхитить ее следующие действия. Она слишком зависит от эстрогенного прогестеронного цикла. То есть Эллочка, да-да-да, она может в какой-то момент взять и послать тебе. Илья из Одессы предлагает жену Чубайса, Авдотью Смирнову, продвинуть. У-у-у. Нет? У-у-у. У-у-у. Она слишком, это... Ну, слишком такая она... Со своим... Не годится. Она как раз лишена, наоборот, женственности. Ну да. Она лишена женственности. Вот если бы скрестить Эллочку с Авдотьей Смирновой, вот было бы хорошо. Вот было бы хорошо. И Эллочку с Авдотьей... И Эллочка, я же тебе сказал, еще непредсказуемая. Она может тебя послать в любую минуту. Да, она легко. Ничего себе. Легко. На прогестероне легко. Потом астроген опять, она опять... Понимаешь? Инкорпорировать обратно... Собчак. 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 Она же унижила амбиции. Собчак... Нет. А что Собчак? А что Собчак? Собчак не годится. Почему? Собчак не годится ввиду того, что это уже зоофилия. Это зоофилистическое решение. Зоофилистическое решение. Нет. Зоо, да-да. Чересчур. Чересчур пахнет мясом. Пахнет мясом. Не важно. Ну, мы не можем... Это же не мясной магазин. Хорошо. Нет-нет, хорошо. Но это же не мясной магазин. Ну, зачем? Мы говорим сейчас об ОНФ, а не о мясном магазине. Понимаешь? Да. Хорошо. Что еще? Что еще? Кто еще? Ну, у нас много уже кандидатов. Вот люди звонят, наверное, хотят... Дропека предлагает. Мисс Арбидол, не помню, Фио. Авдотья после операции ей нельзя. Вы не проводили голосование к доверии к полиции. Проведем. Так, секундочку. Джуну Яровая. Мосгорсудья Егорова. Неожиданно. Мосгорсудья Егорова на своем месте. Очень хорошо. Мне кажется, это абсолютно незаменимое. Так, Собчак уже замужем. А, она замужем. Что по ней не всегда можно определить, честно говоря. Новодворская. Новодворская нет. Новодворская не хватает идеала матери и идеала патриотизма. Нифига нет. Ни патриотизма, ни патриотизма, ни, значит, вот ничего такого. Так, Ирина Прохорова. Ирина Прохорова умна, но похожа на мужчину. Она похожа на мужчину слишком с суждениями. Слишком. Ирина Ханга. Ну, может быть. А, она делает пластику сейчас, уксус. И может после пластики выйти, и будет нормально. Потупчик. Потупчик ничего, но это вот больше по молочному направлению, мне кажется. Потупчик. А? Молочная. Ну, еще все впереди. Мясо-молочное направление, нет? Ну, в смысле, невозможно говорить потупчик, не глядя на ее сиськи. Ты не можешь говорить потупчик, не глядя на ее сиськи. Это совершенно тебя деморализует. Мы будем говорить только головой. Невозможно. Это надо, чтобы она ходила в черной коробке. С турами. Да, чтобы вы такие забрели в ванночке, чтобы говорили еще голову. Конечно, чтобы голова торчала и больше ничего. Ладно. Знаешь что? Евгения Чирикова еще мне предлагают. 10-15, через минуту вернемся. Подъем. Да, мы все-таки собираем образ женщины, которая могла бы отчаяния, надежды, страдания, как это, право быть, право жить, и главное, обоснование этого права, передать русским женщинам. Алло, здравствуйте. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Горген, я в восторге. Ну, дайте же нам синтетический образ, пожалуйста. Вы знаете, синтетический, мне кажется, должен быть Рената Литвинова. Коль скоро женщина сама по себе, мне кажется, а эта должна воплощать венецианский театр, мимические жесты. Знаете, она должна не столько героизм, сколько показывать. Извините, Рената, Рената, это форма дыма какого-то от воскурений. Это вообще не человек. Это вообще не человек. Как в ринге, да, вот, когда служит двух боксеров, что-то имеет нам длинную с бедрами. Вот попробуйте, 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 попробуйте воскурить, воскурить вот эти курительные палочки, вот эти вот сандаловые и так далее. И посмотрите на их дым, когда он свивается и клубится. Это и есть Рената Литвинова. А нам все-таки нужен человек. Чулпан Хаматова. Прохорова. Дропека. Нет, Прохорова похожа на мужчину. Это самый Чулпан Хаматова, Дропека. Нормально. Дропека бесподобна, потому что глаза на ширине плеч, что-то феноминальное. Да, она искренна, как методолизм. Мне кажется, она отдельно. Поэтому я не доверюсь. Хорошо, скажите про старую гвардию Сорокина. Сорокина бесподобна, но она неповторима. Она неповторима, так не надо. Ее надо и взять, Сорокину, и пусть она рыдает об обе судьбе, и все будет классно. А? Слушайте, все, сорвалась связь, простите. Хорошо, значит, я хотел сказать, что нам тут очень много всего написали. Да, специально для полковника я выложил бюст Хоркина. И только что в Твиттер и в Фейсбук. Ребята, полковник, посмотрите, пожалуйста, бюст Хоркина, в котором вы сомневались. Полковник выразил публичное сомнение, и мне кажется, что я должен отстоять честь дамы. Я показываю бюст сейчас в... Ну, это, говорят, фото 98-го года. Позже были фотожабы всевозможные, где ее голову пришивали к порно всевозможным актрисам. Я... Там видна разница. И для того, чтобы сравнивать настоящую Хоркину с фотожабой, надо всегда посмотреть настоящий бюст. Того же способа посмотреть на фотожабы. Где будет видна подделка. Да, прошу вас. Алло. Алло, что? Да, здравствуйте. Что? Куда? Зачем? Вот это женщина. Поздравляю! Па! Вот тебе женщина. А ты говоришь, женщина в политику. Куда? Что? Зачем? А? Что? Зачем? Куда? Что? Зачем? Куда? Женщина! Тьфу ты! Я тебе объясняю. Это и есть женщина. Ты понимаешь, что я сказал сейчас? Да, понимаю. Вы кто? Мы женщины. Чего вы требуете? Мы не знаем. Когда вы этого хотите? Немедленно. Вот это вот. Что? Куда? Зачем? Что? Где? Пожалуйста. Все. При этом красит брови, например, или ресницы, и при этом ведет машину. Убирает посуду после завтра. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас. Здравствуйте. По-моему, по тем критериям, которые вы озвучили, идеально Ирина Прохорова подходит. Ирина Прохорова все-таки, да? Да, конечно. Потому что в ней вот все сочетается, что вы озвучили. Не говорите слово «озвучили», я вас умоляю, этот депутатский говеный новояз. Извините, извините. Пожалуйста. Я сказал. Я сказал, назвал, произнес. Да, вы правы совершенно. И можно отночить по на дороге. Давайте.